Здравствуйте, уважаемые профессионалы и любители шашечной игры. Сегодня мы с вами рассмотрим партию из микроматча с командного чемпионата России по русским шашкам 2022 года. Играли белыми мастер спорта Янис Сафин, известный шашечный ютуб-блогер. А черными играл гроссмейстер из Москвы Никита Славянов. В первой партии матча после ходов cd4, dc5, dc3, fg5, cb4, ed6 такая жеребьевка выпала с соперником. Белые в этой позиции сделали сильнейший ход b5. Кроме хода b5 были возможны ходы cd2 и gf4. Ход cd2 мы рассмотрим в следующий раз, но сейчас можно рассмотреть ход gf4. После него черные могут все-таки уравнять позицию, но за белых есть, например, такая ловушка. b5, бой на b6. Черные бьют на c3, белые на d4. И черные с помощью размена выбивают важную центральную шашку белых d4. Ну и далее, возможно, ab2, dc7, bc3. И здесь черные могут сделать такой неосторожный ход dc5. Он уже проигрывает. Можете поставить видео на паузу и попытаться найти комбинацию за белых. Довольно-таки симпатичная комбинация. Белые начинают и выигрывают ходом cb4. Затем загоняют черных в дамки cb2. Затем отдают еще одну шашку fe5. И затем играют ef4 и проводят свой финальный удар с поля f2. Бьют на поле h4. С выигрышем. Вот такая ловушка была у белых. Но в этой позиции все-таки объективно наиболее сильный ход b5. Далее черным для того, чтобы достичь ничей, надо играть точно. gf4. Белые бьют на e5. Черные на d2. Белые на e3. Возникает основная позиция вот этого дебюта. Черные играют hg5. Белые hg3. Ну и в этой позиции у черных есть два хода. gh4 и gh6. Давайте сперва рассмотрим основной вариант gh6. Как было в партии. Далее возможно gf4, hg7. bc3, gh4. Обратите внимание, что в этой позиции fg3 нельзя было. Так как черные могли провести комбинацию. Черные отдали бы две шашки. Затем еще одну. И побили три шашки. Затем забирают шашку b6 и легко выигрывают. В этой позиции fg3 играть нельзя. Надо играть только bc3. Теперь после хода gh4 надо играть только ab2. Как и было в партии. Но здесь красиво очень проигрывает напрашивающийся размен fg3. Черная игра gf6. Это шлиф гроссмейстера Владимира Вигмана. Ну и здесь обратите внимание на любой ход белых. То есть ab2, gf2, gh4, gh2. То есть на любой ход. Допустим gf2. Черные проводят вот такую комбинацию. Смотрите. cb4, hg5, fg7 и de7. Побили, побили. И черные легко выигрывают. То есть на любой ход эта комбинация неотпротива. Единственный ход, после которого нет этой комбинации, это ход fe5. Но здесь черные выигрывают с помощью другого интересного плана. cb4. Теперь у белых есть два варианта боя. Если белые бьют сразу же на поле g7. Пытаются прорваться в дамки. Тогда забираем три шашки. Ну надо ставить дамку, другого нет. Тогда играем hg5. Видите, дамка белых ограничена. Поэтому они пытаются ее как-то активизироваться. Размениваются dc5 и бьют на c3. Черная игра gf4. Ну и здесь белым приходится играть, допустим, cd4. То есть, видите, нападения cd2 нет. Потому что черные просто ловят дамку. За счет того, что у них две лишние шашки. Ну и должны легко победить в этой позиции. Здесь ничей у белых нет. Поэтому, допустим, cd4. Примерный план. Рассмотрим, допустим, fg3. Белые, допустим, бегают по большой дороге. Тогда жертвуем шашку и нападаем на шашку e3 сзади. Надо отходить. Снова нападаем. Снова надо отходить. И здесь у черных план такой. Мы хотим построить петли. То есть, играем cd6. Грозим сыграть fg7. Но и нам еще надо загнать шашку g5 на поле h6. То есть, белые могут максимально сопротивляться. Допустим, бегают дамкой по большой дороге. Тогда играем hg3. Ну, допустим, cb2 играют. Теперь играем gh4. И видите, здесь белые уже вынуждены уйти. Ну, допустим, на поле h6. Другого нет. И тогда мы уже завершаем построение петли de7. То есть, грозит ход de5 и bc7. Поэтому белые обязаны отходить. Допустим, на поле c1. Тогда играем de5. И снова на любой ход дамка белых ловится. Допустим, f4. Ловим дамку bc7. Ну, и здесь все очень быстро заканчивается. Допустим, bc3. С поля f6 можно напасть. Но там будет присоска ab4. Поэтому лучше уходим дамкой на d8. Здесь никаких присосок нет. Белые еще могут пожертвовать шашку ab4. И сыграть cd4. Ну, тогда ab2. И на ход de5. Ставим дамку на 1. Надо отходить. Жертвуем ее ходом. a на e5. И затем нападаем dc7. fg5. Надо отходить. И cd8. Ну, и белым здесь остается только сдаться. В этой позиции еще возможен за белых бой на поле c5. Тогда играем cd6. Ну, и у белых возможны снова два боя. Если они, допустим, бьют на поле g5, тогда бьем на поле h2. h6 на h2. Ну, и после боя на c7 черные снимают 4 шашки с выигрышем. Это понятно. Поэтому здесь белым остается бить только на поле g7. Тогда снимаем 4 шашки соперника. Ну, и после того, как белые бьют на c7, бьем на d6. Видите, стоит угроза. Допустим, на ход ab2 сыграем d5 и hg5. Ну, и черные легко побеждают. Поэтому здесь белым приходится играть gh8, ставить дамку. Тогда играем fe7. Ну, и допустим, на ход ab2, а другого нет, играем dc7 с угрозой сыграть ef6. Поэтому белые вынуждены пожертвовать шашку. Ну, на e5 бесполезно жертвовать. Еще какое-то сопротивление белые могут оказать, пожертвовав на c5 и, допустим, напасть в поле b3. Тогда меняемся cd6. Ну, и здесь, несмотря на то, что белые не дают черным пройти в дамки, черные жертвуют одну из лишних шашек и легко побеждают. Допустим, белые уходят на a1, тогда играем ed6. Допустим, ab2, dc5. Стоит угроза поимки дамки. Ну, допустим, ушли на поле h8. Ну, или даже не на h8, допустим, давайте, на f6. Тогда играем b3. Надо уходить, допустим, на h8. Ну, повели еще одну шашку в дамки. hg5, допустим. hg7, gf4, допустим, gf6, допустим, fe3. Белые напали. Ну, здесь просто отдаем одну из лишних шашек, играем cd4 и свободно проводим все три шашки в дамки. Затем мы построимся вот таким образом. То есть займем поля e3, f4, h4. Ну, и дамка белых на любом поле будет тут же поймана в одну из петель. Такая идея. Друзья разобрали шлиф гроссмейстера Викмана после хода fg3 по мечу. Здесь у белых везде проигрыш. Поэтому надо играть ab2. Именно так и сыграл Янис Сафин. Далее в партии было gf6, размен de5. Ну, и тут все форсировано. fg7, ed2, de7, gh2. Черные меняются назад, лучший ход. Белые играют hg3. И черные здесь меняются cd4. У белых есть два нападения. de3 и dc3. То есть, если белые нападают ходом de3, тогда партия заканчивается в ничью. Так и было в партии Сафин-Славянов. Черные играют cb6. Лучше всего побить на c7. Тогда бьем на d6. Белые бьют на c5. Ну, и после всех разменов белые остаются с лишней шашкой. Но здесь ничейная позиция. То есть, черные меняются. ed6. И видите, очень неудачно расположена шашка белых g3. Она мешается белым. Поэтому, допустим, bc3, dc5. Ну, и здесь лучше всего отдать лишнюю шашку ходом fe5 и сыграть fe3. С ничей. Именно так и закончилась партия Сафин-Славянов. Обратите внимание, друзья, что dc3 в этой позиции нападать было нельзя. Потому что черные здесь выигрывают даже. Они играют ed6, жертвуют шашку. И видите, играют fg7. Полностью сковали правый фланг белых. Ну, и далее, возможно, bc3, ab6, cb4, bc5. И белым остается только сдаться. Несмотря на лишнюю шашку. Так что будьте внимательны в такого рода позициях. Еще в этой позиции хочется отметить, что надо было играть hg3. Да, правильно. dc3 здесь играть нельзя. Потому что стоит простой ударчик hg3 и cb4. И черные здесь выигрывают. Какие еще возможны были планы игры за черных в этой позиции? Кроме хода gh6, который мы уже разобрали, возможен ход gh4. Интересный ход, провоцирующий белых на ошибку. Есть два плана игры. bc3 и gd2. Ну, ход gf4 ведет к одному из планов. Скорее всего, к плану bc3. Давайте рассмотрим план gd2. Этот ход неточный, после которого у черных здесь огромное преимущество. Белые находятся на грани поражения. Ну и скорее всего, черные здесь могут выиграть. Тогда играем за черных dc7. Надо играть dc3. То есть, белые строят кулак для того, чтобы затем напасть с поля b4. Но черные играют gh6. Ну и здесь возможны два плана игры. cb4 и ход gf4 уже окончательно проигрывают. Давайте рассмотрим ход gf4. После gf4 черные играют hg7. Ну и здесь на ход fe5 черные проводят несложную комбинацию. То есть, отдаем одну шашку cb4, затем еще одну ed6. Ну и худо-бедно. Получается, с лишней шашкой черные здесь победят. Если белые здесь еще сопротивляются, играют gh2. Тогда играем gf6. И на ход d e5 просто выигрываем шашку. То есть, fg7. И на ход hg3 играем ef6. Шашка e5 не минуемо гибнет. И черные побеждают. Если же белые в этой позиции играют fe5, тогда, используя тактические возможности, черные также побеждают. То есть, играем hg5. Точный ход. Ну и на единственный ход hg3 проводим комбинацию. Сиграем cb4, cd6, затем gf4. И бьем 4 шашки соперника. h6 на d2. Ну и белым приходится откинуть шашку черных. Ну и здесь черные должны победить. С лишней-то шашкой. Если в этой позиции белая игра cb4, то они все-таки еще могут достигнуть ничей. Но, скорее всего, соперник в партии это не найдет. Ничья здесь чисто компьютерная. То есть, черные играют hg7. И затем бьют на поле c3. Как бы белые не били, то есть, на c7 или на d4 мы все равно, допустим, на c7 побили, да? Побили, побили. Мы все равно сыграли бы gf6. И должна получиться вот такая позиция. Ход белых. То есть, видите, бесполезно играть, допустим, dc5, потому что черные проведут тут же ударчик несложный, ed6 и прорвутся на преддамочное поле с выигрышем. Также бесполезно играть ab4, потому что черные нападают, d5 надо отходить. Ну и затем также проводят несложный ударчик, ed6 и снова прорываются на преддамочное поле. Ход gf4 в этой позиции невозможен из-за размена dc5. И здесь, видите, за счет неудачного расположения шашек правого фланга белых, черные легко побеждают. Допустим, ab2, ed6, bc3, fe5. Ну и белым остается только сдаться. Поэтому в этой позиции после хода gf6 у белых практически единственный ход, ab2. Тогда нападаем, de5. Снова, видите, нельзя играть dc5, потому что черные просто нападают, ed4 и остаются с лишней шашкой. Если белые закрываются, bc3, тогда черные играют ab6. И здесь у белых есть два хода, ab4 и ef4. ab4 уже окончательно проигрывает. После ab4 играем ba5. Ну и, допустим, на ход ef4 играем ed6. Надо нападать dc5. Тогда черные играют fg5. И после размена возникает цукцванг. То есть, видите, невыгодна очередь хода. В данном случае очередь хода белых, и они здесь проигрывают. Допустим, dc5. Бьем две шашки. Белые бьют на d6. Ну и ставим скромно дамку на e1. С угрозой рано или поздно сыграть gf4. Ну и черные здесь легко побеждают. А ничья все-таки в этой позиции еще была. То есть, здесь нельзя было играть ab4. Надо было сыграть именно ef4. Ну и после того, как черные закрываются, ed6, надо сделать очень трудный ход gh2. То есть, ab4 уже проигрывал. Все бы свелось к тому же самому варианту. На ab4 играем ba5. И белые проигрывают. Как только что мы рассмотрели. А вот ход gh2 все-таки ведет к ничьей. Очень трудный ход. Трудно находимый. То есть, черные играют fg5. Другого нет. Надо бить на f6. И черные прорываются в дамки. Белые еще сопротивляются. Fe7. Побили на f2. Побили на a7. Черные ставят дамку. Ну и кажется, что белым остается только сдаться. Но на самом деле здесь есть очень тонкая и необычная ничья. То есть, белые играют ab4. С угрозой сыграть ba5. Поэтому черным надо уводить дамку. Допустим, на поле h4. И здесь белым надо сделать точный ход ba5. Нельзя ставить дамку на поле b8. Потому что черные переведут дамку на a7. И затем будут нападать на эти шашки b4 и c3 с выигрышем. И выиграют. Но после хода ba5 выясняется, что белые грозят сыграть cb4 и bc5. И разменять одну из дамок черных. Поэтому черным рано или поздно придется напасть. Допустим, на шашку c3 ходом h на f6. Но тогда белые делают так называемую пробежку. То есть, играем именно ab6. Ну и после того, как черные бьют, играем bc7. Ну и затем белые проводят обе дамки в шашки и достигают ничей. Вот такая сложнейшая ничья была у белых после хода ed2. То есть, в этой позиции после хода gh4, ed2 играть все-таки плохо. Отмечу красным. Надо играть bc3 в этой позиции. Тогда черные играют d e7. Ну и у белых есть два хода gf4 и ab2. Давайте сперва рассмотрим ход ab2. После ab2 черные играют ef6. Белые, допустим, gf4. Черные gh6. Ну и здесь белые могут сыграть d e5. То есть, свести партию к тому, что мы уже видели. Допустим, f7, ed2, hg7, gh2. Ну и после размена назад. Белые играют hg3. Черные размениваются cd4. Надо нападать d e3. cb6. Ну и вот эту позицию мы уже видели. То есть, черные размениваются. Жертвуют шашку. И затем, после возвращения белыми лишней шашки, черные достигают ничьей. То есть, это первый вариант возможен в этой позиции. Но кроме размена d e5, отмечу так, отмечу, возможен еще план с ходом gh2. Тоже довольно-таки интересный план. Здесь у белых преимущество. То есть, черным надо играть fg5. И белые размениваются fg3. Затем бьют назад. Лучше всего бить c на e3, когда белые бьют на d2. Далее, надо играть bc5. Другого нет. Тогда белые нападают. Черные меняются gf4. И белые играют ab4. Ну и здесь у белых преимущество. Возможно, например, такая ловушка. bc7, bc5. Черные меняются cd6. И белые играют b3. Далее, hg5, gf2, gh4. И белые делают неожиданный ход dc3. Стоит ловушка. То есть, в этой позиции правильно играть hg7. Ну и после того, как белые проводят комбинацию, отдают одну шашку cd4, затем еще одну fg3. И бьют сразу же три шашки черных. Здесь еще, возможно, ничья. Да, у белых преимущество. Но у белых выигрыша нет. Черные могут достичь ничьей. Обратите внимание, что в этой позиции проигрывал ход fg3. После этого размена белые проводят комбинацию и выигрывают. Играем ed2. Запускаем черных дамки. И тут же эту дамку ловим. dc3 и бьем на e7. Черные, допустим, играют hg3. Ну и здесь самый простой выигрыш такой. Ставим дамку на f8. Надо играть gh2. Затем играем ed4. Видите, дамку ставить нельзя. Потому что она будет тут же поймана. И белые победят. Поэтому приходится жертвовать шашку ab6 и ставить дамку. Ну тогда белым проще всего сыграть, допустим, на поле, g5. Ну и после хода gf2 играем ef6. Белые проводят все три шашки в дамки. А затем выстраиваются на полях f8, f6 и h8. И грозят неминуемо поймать дамку черных в одну из петель. Черные будут вынуждены пожертвовать шашку h8. Ну тогда белые ставят треугольник Петрова. И выигрывают. Вот такая ловушка была возможна еще в этой позиции. Кроме того, в этой позиции еще возможен такой план игры. Допустим, вместо хода ab2 сыграть gf4. Здесь черные могут подстроить красивую ловушку ef6. Вот эту ловушку мне показал шашист из города Винница Александр Крупко. То есть в этой позиции за белых надо играть ab2. Ну и сводить партию после хода gh6. Либо вот к рассмотренным планам либо d5 играть, либо gh2. А если в этой позиции белые захотят сыграть fg5, то здесь черные проводят красивую комбинацию и выигрывают. Давайте разверну позицию за черных. Попытайтесь найти комбинацию за черных. Она очень красивая. Поставьте видео на паузу. То есть в этой позиции черные побеждают ходом cd6. Ну допустим, белые бьют две шашки. Тогда играем gh6. Куда бить белым? Ну допустим, побили на b6. Максимальное сопротивление. Тут очень много вариантов. Можете самостоятельно убедиться, что черные везде побеждают. Ну и сильнейшее сопротивление здесь у белых такое. Черные бьют на c5. Белые бьют на g7. Черные бьют три шашки. И грозят выиграть шашку g7. Но белые еще сопротивляются. Допустим, ab2 побили на f6. ed2. fe5. bc3. Белые возвращают проигранную шашку. Но здесь черные побеждают за счет очень сильного центра. Например, bc7 побили. fe7. Допустим, dc3. ed6. cb4. ef4. Ну и на ход gh2 играем cd4. И черные здесь легко побеждают. Друзья, если вам понравилось данное видео, поддержите мое творчество Локасом и подпиской. Пишите комментарии, задавайте вопросы. Отвечу на все вопросы. И завтра мы совместно с мастером Иваном Смурковым из Ярославля и Владиславом Шипиловым из Москвы будем проводить стрим. Сыграем в турнире недели на лид-драфт и в этот раз будем соревноваться с Иваном, кто больше наберет очков. Попытаемся выиграть турнир. Присоединяйтесь, будет интересно. В 19.00 по Москве турнир на лид-драфт. До свидания и давайте воевать только на шахматной и шашечной досках.